Продолжает наш эфир брифинг. Якутия активно поддерживает семьи и участников спецоперации. Так, Министерство образования и науки реализует меры поддержки, предусмотренные для детей и семей военнослужащих. Об этом на брифинге подробнее расскажет руководитель Министерства Ирина Любимова. В соотечестве с указом главы Республики Саха-Якутия 25 сентября Министерство образования и науки в целях мер поддержки семьям военнослужащих реализует пять мер. Мы сегодня реализовали более трех с половиной тысяч мер. Это, во-первых, посещение детей в детские сады освободили от родительской платы. Более тысячи детей сегодня освобождены от родительской платы, в том числе и частные детские учреждения. Их 95 сегодня детей получают эту меру поддержки. Далее мы, значит, по питанию детей, которые мы сегодня организуем с пятого по одиннадцатый класс, в Республике 989 детей тоже получают бесплатное питание детей. Нами тоже было принято решение освободить тоже от платы во время организации отдыха и оздоровления детей. И на сегодня 1153 ребёнка получают тоже бесплатную путёвку. Это наши детские круглогодичные лагеря «Сосновый убор». И в Сунтарском районе у нас есть тоже в село Кемпиндей, есть тоже круглогодичный отдых детей. И мы должны сегодня тоже оказать поддержку нашим студентам. Целевое обучение у нас тоже бесплатным является, поэтому 102 студента сегодня заключили с нами договора о целевой подготовке. Ну, так же, как все знают, тоже сегодня меры поддержки для студентов – это повышенные стипендии для них, оказывается. 293 студента сегодня получают такую стипендию. В том числе, конечно, студенты высших образовательных учреждений, 84 студента. По всем мерам поддержки у нас в горячей линии работает Министерстве образования и науки 506-989 номер. Могут звонить, кто желает получить информацию в рабочее время. Это был брифинг министра образования и науки Якутии Ирины Любимовой. Ну, а далее смотрите итоговый выпуск новостей. Вот его тема. Верующие Якутии вместе со всеми православными христианами мира отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господнем. Торжества начались сегодня. Якутиан участников спецоперации наградили на базе учебного центра Ботур. Там же проводили новобранцев. Расскажем подробности. Критические низкие температуры сказываются на работе транспортных средств. Как технику для вывоза мусора в Якутске готовят к экстремальным морозам. Будущие артисты русского театра пробуют себя на сцене. Играют в новом спектакле студентов театрального института имени Бориса Щукина под названием «Вечный сон». Вместо душного офиса – танцевальный паркет. Наш телеканал запускает новый проект премьера уже в эти выходные. Верующие Якутии вместе со всеми православными христианами мира отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне. Торжества начинаются сегодня в Крещенский сочельник. С праздником связано много традиций, самое известное из которых – погружение в ледяные купели. Около одной из них побывала наша коллега Анна Пшеникова. Согласно Писанию, Иисус принимал Крещение, окунувшись в теплые воды реки Иордан. Вслед за Спасителем миллионы верующих по всему миру ежегодно сохраняют эту традицию. В Якутии обычай тоже стал любимый, несмотря на то, что церковный канон не требует погружений, и ныряние в прорубь является чисто народной традицией. Большинство верующих соблюдают ее неукоснительно. Я решилась не так давно, это вот второй раз. Преодоление себя, и чтобы вот веру, и чтобы было все хорошо. Ощущения вот этого заряда, вот этого всего хватает прям вот на весь год, и не болеешь. В Якутске в крещенские дни на территории Зеленого луга появляется праздничный городок. Ледяная купель располагается внутри большой армейской палатки, помещения отапливают тепловые пушки, а большие лампы льют яркий свет даже ночью. Безопасность верующих обеспечивают сотрудники МЧС, полиции, казаки, медики и даже водолазы. Всего в данных мероприятиях по обеспечению безопасности привлечено 637 человек, 133 единицы техники. Также привлечены спасательные службы, водолазные службы привлечены в готовности, выставлены посты в местах проведения купания, пункты обогрева. Несмотря на 50-ти градусный мороз, в брезентовой палатке комфортная температура. Здесь есть где переодеться, а спуск в прорубь сделан так, чтобы окунувшийся в ледяную воду человек смог легко из нее выйти. Тут нету даже метра глубины. Тут оборудованный получается спуск и там как трап. Буквально там по пояс может быть, может чуть меньше. Человек окунается и все, и спокойно выходит. Перед началом массовых купаний воду в Иордане традиционно осветил архиепископ якутский Иленский роман. Одним из первых в ледяную купель окунулся глава Якутии Айсен Николаев. Окунаемся на крещенские купания постоянно. С тех пор, как допосвящимый владыка Зосима в свое время здесь, в Якутске, эту традицию основал. Это было, если не ошибаюсь, 2005 или 2006 год. Ну и потом как-то повелось. И вот с тех пор я практически никогда крещенские купания у нас в Якутске не пропускаю. Для меня это уже не просто там, как какой-то ритуал. Это для меня на самом деле очень важное и духовное жизненное событие, которое я каждый год обязательно здесь вместе с верующими, вместе с нашим духовенством, нашим православным всегда встречаю и окунаюсь в освященные воды реки нашей Великолепны. Праздничные дни купель посетят около 25 тысяч человек. Сюда придут люди разного возраста, профессий и званий, но всех их объединяет праздничное настроение и вера в то, что крещенская вода очищает не только тело, но и помыслы. Анна Пшеникова, Георгий Григорьев, Якутск. Региональное отделение комитета семей воинов Отечества формируют в Якутии. Глава региона Иса Николаев встретился с матерью военнослужащего, участника спецоперации, руководителем регионального отделения комитета Светланы Деодоровой Лаврентьевой. Говорили о мерах поддержки семей, участников спецоперации, ветеранов боевых действий, членов их семей и родственников. Светлана Деодорова Лаврентьева рассказала о прошедшем 27 декабря в Подмосковье первом проектном семинаре организации, объединившем представителей 80 субъектов, в том числе и Якутии. Региональному отделению комитета окажут всестороннее содействие в работе со стороны органов власти региона, заверил Айса Николаев. Очень много нерешенных вопросов в данное время у нас. И то, что организуется комитет Совета воинов отечества, и по этой линии мы будем работать, будем налаживать опять же связи. И в дальнейшем мы уверены, что мы осилим эту работу. Также на базе учебного центра добровольческого отряда «Ботур» прибывшим бойцам, участникам специальной военной операции, вручили награды. Кроме того, в торжественной обстановке проводили добровольцев. Подробности в сюжете Алексея Захарова. Наши земляки, бойцы, участники специальной военной операции на Украине, получили юбилейный знак 100 лет Якутской АССР, также почетный знак имени Федора Кузьмича Попова, «Сердце патриота» за проявленное мужество, отвагу и профессионализм в ходе специальной военной операции. Уже завтра 51 боец полетит на замену землякам в качестве добровольца в зону специальной военной операции в отряд «Барс-2». Сегодня провожаем отряд «Батур», добровольческий отряд. Они будут выполнять боевые задачи в составе добровольческого отряда «Барс-2», где я служил замкомандиром отряда. Все бойцы, которые летом были вместе, приехали провожать допустимыми словами. Хотел бы пожелать, чтобы ребята все вернулись живым и здоровым домой. Ну и, получается, пусть защищают наши интересы, интересы Российской Федерации. На базе учебного добровольческого центра «Батур» работают опытные инструктора, ветераны боевых действий, участники специальных боевых операций, которые обучают бойцов физической, тактической и огневой подготовке, обращению с оружием, оказанию первой медицинской помощи при различных ранениях, а также эвакуации раненых. Эти инструктора у нас просто отличные, ребята все бывало, и все хорошо объясняется, из-за этого намного легче становится, когда все тебе показывают, все как по правилам. У меня дедушка воевал с фашизмом, вот что-то как-то не доделал работу, придется нам, как-то даже не ожидал, что вот мне придется, вроде бы, взрослый человек, вроде бы, в 21 век эта война не должна была быть, но если получилось, то, значит, получат свое. Наше-то дело правое, мы победим, как зло. Провожать бойцов пришли семьи, друзья и родные, ведь их поддержка является источником силы и боевого духа. Алексей Захаров, Григорий Яхлопков, Якутск. Практически всю территорию Якутии сковал аномальный холод, крепкие морозы держатся почти неделю. Синоптики говорят, что в последний раз такую низкую температуру фиксировали в регионе 29 лет назад, в 1994 году. Критически низкие температуры сказываются на работе транспортных средств, но для сотрудников коммунальных служб работа не прекращается. Как в такие холода вывозят твердые коммунальные отходы, узнавала Мария Кардашевская. Понижение температуры воздуха ниже 50 градусов мороза – нередкое явление для Якутии. Поэтому, несмотря на то, что спецтехника не предназначена для эксплуатации при температуре ниже 35 градусов, бойцы регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов всегда готовы к работе в таких сложных условиях. Стараемся максимально подготовить технику к зимнему периоду. Начинаем, конечно же, с горючих смазочных материалов. То есть используем максимально дорогие горючие смазочные материалы, которые можно эксплуатировать при низких температурах критических. Низких минус 40, минус 50, минус 60. Также и комплектующие по РВД тоже стараемся, материал, чтобы был качественным. Стараемся максимально эту гидравлическую систему всю утеплить. Несмотря на всю подготовку, техника не выдерживает крепких морозов. Чаще всего выходят из строя пневматическая и гидравлическая системы. Рвутся шланги, не выдерживает даже металл. Строительный мусор часто кидают в баки, и из-за этого баки невозможно поднять. Ну, в основном шланги не выдерживают, машины лопаются. Ну, а так, в принципе, то, что морозы, из-за этого поломки случаются. И приходится возвращаться в гараж, потом поздно выходить из-за этого, чтобы санточки убрать. При поломке мусоровоз снимают с линии и возвращают в гараж. Там за него берутся опытные слесари, автоэлектрики, сварщики и токари. В морозы ремонт идет круглосуточно. Кроме того, для облегчения работы грузчиков в ремонтном цехе изготавливают вспомогательные средства. Поскольку контейнеры в Якутске не имеют колес, а мусоровоз с задней загрузкой не может подъехать вплотную к контейнерам, сотрудники придумали вот такую вот тележку для того, чтобы подкатить и легко забрать контейнер. Существенно усложняют задачу жильцы домов, которые выкидывают в мусорные баки строительный мусор. По словам сотрудников, там встречаются даже холодильники. А ведь грузоподъемность манипулятора 400 килограммов. И это с учетом веса контейнера. Кроме того, ребята убирают и мусор, лежащий около баков. Но и к этому они тоже относятся с рабочим профессионализмом. Справляемся? Что делать? Кто-то же должен работать. Каждый день с 6 утра и до 23 часов вечера сотрудники регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов стоят на страже городской чистоты. Благодаря слаженной работе каждого члена дружной команды работа не прекращается ни летом, ни даже самой холодной зимой. Мария Кардашевская, Григория Хлопков, Якутск. Ирина Жданова продолжит. Шпиц по имени Персик не отходит от своей хозяйки ни на шаг, как будто понимая, что сейчас ей нелегко физически и морально. Полтора года назад в семью пришла беда. У молодой девушки обнаружили лимфому. Лиза училась в Санкт-Петербурге, когда начался кашель. И все думали, что это просто простуда. Там врачи не смогли ничем помочь и отправили пациентку наблюдаться по месту жительства. Сказали, помогли, чем смогли, езжайте в регион, в республику. Вы житель республики Саха. Езжайте к себе в республику. У нас больше нечего вам предложить. Все, что у нас было в арсенале, мы вам дали. К сожалению, не наступило исцеление, лечение. Оно прошло, но оно не оказало должного эффекта, которого ожидали врачи. Лиза прошла две линии химиотерапии, каждая по несколько курсов. Принимала противоопухолевые препараты, но это лишь и сдерживающая терапия. Единственное, что сейчас может помочь, это так называемая карт-ти терапия, которая проводится в Америке, Европе и в Китае. Китай близко, но закрыт. Европа рядом, но дорогая. Европа, насколько дорогая, мы связались с консультантами клиники Шиба в Израиле. Она огласила нам цену, это 200 тысяч долларов. И как бы не предел, потому что будет дальше по состоянию. Может быть, будет даже 250 тысяч, когда они будут проводить эту терапию. Она не проводится один день, она ведется полтора-два месяца. Это новые технологии, которые требуют времени, работы с кровью. В общем, сложная система, в России ее нет. Терапия к артиклетками – это инновационный метод лечения определенных типов рака крови, при котором собственные лейкоциты пациента генетически программируются на уничтожение раковых клеток. Сейчас все денежные средства в семье идут на лечение. Поддержку семье оказывают бывшие одноклассники и учителя Елизаветы. Но собранной суммы пока недостаточно, чтобы справиться с болезнью. Лиза училась в гимназии с первого класса. Девочка всегда отличалась жизнерадостностью своей, отличалась тем, что может прийти на помощь. Лиза – борец. И в настоящее время ей нужна наша помощь. Лизе 22 года. Она всегда была активной и жизнерадостной. Посещала музыкальную школу, рисовала, занималась фигурным катанием и участвовала во всех общественных и культурных мероприятиях. Лиза любит жизнь. Она мечтает закончить институт и получить профессию. Несмотря на страшный диагноз, она не теряет надежды. Давайте поможем этой хрупкой девушке выжить и исполнить ее мечты. Банковские реквизиты, на которые можно перевести денежные средства, вы видите на своих экранах. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Идем далее. Книгу «Красные линии» презентовали в Национальной библиотеке Якутии. Она была выпущена в ноябре прошлого года. Повесть посвящена мужеству и отваге российских военнослужащих, проявленных в ходе проведения специальной военной операции. Истории взяты из реальной жизни. Герои, современные ребята из городов и сел нашей страны. Красными линиями для них стали испытания, через которые приходится проходить, побеждать страх, не поддаваться искушениям, проявлять твердость и цельность характера, сострадание и великодушие. Автор книги Иван Соловьев лично приехал на презентацию в Якутск. Он передал более 50 книг в фонд Национальной библиотеки Якутии. Вот как было во все войны, где Россия побеждала. Там тыл был един с фронтом. Вот этого нужно добиться, чтобы у нас тыл на 100-200% помогал нашему фронту. И вчера я с огромным удовольствием подарил книги волонтерскому движению «Мы вместе. Якутия с тобой». Я вижу, какую огромную работу здесь люди проводят с тем, чтобы помочь тем ребятам, которые сегодня, подвергая своей жизни опасности, отстаивают будущее нашей страны. В этом году Алдан отметит вековой юбилей. Подготовка к торжествам идет полным ходом. Одним из центральных направлений остается благоустройство. Как изменится город, узнавали наши коллеги. Золотой парк, расположенный вблизи озера в черте города, стал одним из любимых мест прогулок алданцев. Проект по его обустройству победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. В 2023 преображение набережной реки Артасала продолжится. Наряду с облагораживанием мест отдыха большое внимание будет уделено тротуарному и кюветному хозяйству. Будет кюветное и тротуарное хозяйство улица Комарова. Пока первый этап от магазина «Чайки» до магазина «Ягуар». На сегодняшний день вошли программу 100 тысяч дворов на Дальнем Востоке. И есть результаты на сегодняшний день. Пять заявок из 11 прошли отбор. Продолжится ремонт фасадов многоквартирных домов, а также асфальтирование дорог, тротуаров и дворовых территорий. Кроме того, запланирована капитальная реконструкция дороги одной из центральных улиц города. Поданы заявки дорожный фонд, дорожный фонд на асфальтирование, капитальный ремонт улицы Дзержинский. Ждем деньги и результаты рассмотра. В этом году Алдану исполнится 100 лет. Благоустройство города остается одним из главных направлений. И подготовка к вековому юбилею станет дополнительным стимулом. Большой объем работ запланирован по озеленению территорий. Улицы, скверы и парки украсят множество цветников и клумб. Подписываю в бумаге почти всем руководителям предприятия, учебным заведениям, 100 тысяч цветов, 100 лети в Золотого Алдана. На миллион мы не вытянем, но 100 тысяч должны вместе здесь соседить. Много мероприятий по выпиливанию деревьев сухих, посадка и создание новых клумб. Ожидается, что в мероприятиях по наведению порядка и благоустройству примут участие как трудовые коллективы предприятий, так и жители. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Российский футбольный союз передал якутскому центру инвентарь, куда вошли тактические доски, манишки, конусы, фишки, тренировочные лесенки, манекены, 158 мячей, переносная теплая раздевалка, комплект скамейки запасных на 18 человек и другие комплектующие. Позапрошлом году глава Якутии Саниколаев подписал четырехстороннее соглашение с Российским футбольным союзом, Министерством спорта России, а также футбольным союзом Якутии о развитии футбола в регионе. Благодаря этому республиканская футбольная школа в 2021 году обрела статус детского футбольного центра. Сейчас в нем тренируется 572 юных футболистов в Якутске и Нерюнгре в возрасте от 6 до 18 лет. Это 25 групп. В 2020 году между Министерством спорта Российской Федерации, правительством Республики Саха-Якутия, Российским футбольным союзом и Футбольным союзом Республики Саха-Якутия было подписано соглашение о развитии вида спорта футбол в регионе Республики Саха-Якутия. И также следом в 2021 году Республиканская специализированная спортивная школа по футболу получила статус детский футбольный центр. Благодаря этому статусу мы на сегодняшний день имеем различную экипировку для экипировки и инвентарь для ведения тренировочного процесса. Танцы с красным чемоданом, трюки с битой, летающие матрасы – все это про новый спектакль студентов Театрального института имени Бориса Щукина под названием «Вечный сон». В постановке принимают участие юные якутяне, которые учатся в легендарном вузе по целевой программе от Министерства культуры Республики. После выпуска они станут частью трупа русского драмтеатра в Якутске. В мир фантазии погрузился Максим Кордоз. Это знаменитый Театральный институт имени Бориса Щукина. И мало кто знает, что сюда может попасть каждый, как зритель, конечно. Ежедневно здесь идут спектакли. Сегодня, например, «Вечные сны». И в нем задействованы ребята из Якутии, которые здесь учатся. На сцене студенты третьего курса. У каждого свой номер. Спектакль – это их экзаменационная работа. В руках молодых людей буквально оживают предметы. У зрителей шок, удивление, восторг. И действительно, трудно представить, что в драматическом танце партнером может стать чемодан. Матрасы летают, а коробка способна превратиться в настоящее чудо. Причем все истории рассказываются без слов. Ведь это пластический спектакль. Артист должен очень мобильно и, так сказать, убедительно существовать в очень разных средах. А откуда родится этот рефлекс? Разве он есть у нас автоматически? Да, он есть, если мы каждый день, ну, замечательно, начинаем репетировать. Это года на три. Но в профессиональной жизни такого не бывает. И в данном случае мы в нашем институте даем ребятам рефлексы, технологические рефлексы, присваивать к себе среду путем сознательного волевого усилия. На третьем курсе пятеро якутян, которые учатся в знаменитом институте по целевой программе. Трое из них в этот вечер на сцене. У Димы Окаркова сложнейший номер сбитый. Маша Карнышева буквально порхает над сценой на столе. А Настя Аверина вместе с партнером устроила настоящий мини-спектакль на металлической конструкции и произвела фурор. Первый раз выйти на большую сцену и оказаться один на один со зрителем. Я, конечно, играю со своим партнером, но все равно, когда ты чувствуешь вот эти аплодисменты, когда подходят зрители после спектакля и говорят спасибо, такие эмоции. И вот ради этого, наверное, и стоит вообще в театр идти. Предметы для этюдов студенты выбирали сами. Работа над спектаклем велась полгода. И он получился настолько удачным, что попал в постоянный репертуар студенческого театра. Увидеть вечные сны можно каждые две недели. Максим Кордозу, Виктор Ольсов, Москва. И еще о пластике. 22 января телеканал Якутия-24 запускает новый проект «Танцуй». К году труда в первом сезоне участвуют представители крупных компаний. На сегодня участники самостоятельно готовят танцевальные номера. Именно их они покажут зрителям в премьерном эфире уже в эти выходные. Первый прямой эфир стартует в 18.00. Подробнее о новом проекте в материале Морферина Алексеевой. Девять участников разного возраста и профессий в тандеме с профессиональными танцорами представят Якутии свои танцевальные навыки, которые с каждым эфиром будут усовершенствовать. Очень символично, что в год труда участниками нового проекта стали именно трудящиеся. Это люди самых разных профессий, но всех их объединяет любовь к танцам, любовь к искусству. Я считаю, что это очень смелые люди, очень, ну, где-то даже немножко с авантюрой такой, вот, знаете, в хорошем смысле. То есть не каждый человек решится выйти публично и показать себя с творческой стороны в каком-то совершенно новом качестве. Одна из участниц Оксана Им. Работает в акционерной компании «Алроса» экспертом второй категории вот уже 19 лет. Оксана увлекалась танцами в детстве и сейчас решила испытать себя, так как считает, что творчество и искусство вдохновляют и окрыляют человека. Вообще мир искусства – это прекрасно. Танцы дают возможность человеку самовыразиться, я думаю, как-то раскрепоститься, координацию, фигуру кто-то себе делает. Премьерный показ стартует 22 января. На нем зрители поближе познакомятся с каждым участником. В прямом эфире конкурсанты представят номера, которые подготавливают самостоятельно. На последующих показах соревноваться будут уже пары – участник и профессиональный танцор или хореограф. Жюри будут выставлять главные оценки нашим участникам. Все зависит от них. Но телезрители, они также смогут участвовать в голосовании. Каким образом? У нас учрежден приз зрительских симпатий. За эту номинацию можно будет голосовать каждый эфир. Проект «Танцуй» будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Якутия-24» каждое воскресенье с 18 до 20 часов с 22 января по 26 февраля. Морферина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск. Завершение погоди. Синоптики предупредили об усилении морозов в ряде районов Якутии. Температура воздуха местами опустится до минус 62 градусов. Так, понижение среднесуточной температуры воздуха будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Завтра прогнозируют сильные морозы до минус 52-57, местами до минус 62 градусов. В Горном, Намском, Хангаласском, Татинском, Усть-Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Чуропчинском, Усть-Майском, Алданском, Алёкминском, Ленском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском и Сунтарском районах. В Якутске в ночь на четверг температура воздуха упадет до минус 52, днем ожидается минус 44-46 градусов, слабый снег и туман. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.